Обеспечение безопасности в связи с произошедшим терактом в Санкт-Петербурге, в частности на объектах социальной сферы. Сегодня основная тема заседания антитеррористической комиссии. Охрану учреждений образования, здравоохранения, культуры осуществляют частные предприятия, обязанность которых, подчеркивает Мукдин Чермит, профессионально выполнять поставленные задачи. Нам с вами, тем более специалистам, присутствующим здесь, нужно принять все исчерпывающие, еще раз повторяю, исчерпывающие меры, для того, чтобы не допустить и упредить в нашем городе подобные случаи. Здесь как раз все зависит от профессионализма, все зависит от слаженных четких действий всех ЧОПов. На безопасность социальных объектов власти выделяют средства в полном объеме, только на отрасль образования для работы ЧОПов – 100 миллионов рублей. Однако претензий к работе частных предприятий немало. В первую очередь, это некачественное выполнение своих обязанностей сотрудниками, которые практически живут на рабочих местах. В такой ситуации о бдительности специалистов, внимании, а значит и безопасности охраняемых объектов, говорить не приходится. Допускается вахтовый метод дежурства. И это несмотря на то, что финансирование было увеличено на одну треть. Если охранник спит, если охранник уходит со своего поста, если он приходит без формы, если он не использует досмотровое какое-то оборудование, то он некачественно выполняет свою работу. То есть те условия, которые предъявлялись ему во время заключения контракта, он не соблюдает нарушения договорных обязательств. Причина некачественного выполнения работы и в том, что ряд предприятий, побеждая на конкурсах и получая возможность работать в городе, остаются зарегистрированными в других регионах. На сегодняшний день уже приостановлена работа ЧОПа «Алиот» с регистрацией в Красноярске. Предприятию «Инвест» из Екатеринбурга, как и некоторым другим, даны предупреждения, после чего – расторжение контрактов. На территории наших учреждений не может быть никакой вакханалии. Даже знакомые вам люди, которые три раза проходят через КПП, не имеют права пронести никакую недосмотренную сумку с собой, какой-то предмет. Тем более никто не может проникнуть на нашей территории, особенно это касается лечебных учреждений. Если качественно не наладите работу, я вам даю срок до 25 апреля. Сроки для исправления очень сжатые. Мы не собираемся наблюдать, как вы там вольготно прохаживаетесь. Либо вам какое-то удостоверение показали, какого-то сотрудника, неважно кого. Для всех одинаков пропуск должен быть. В Сочи сегодня курорт, куда приезжает больше 6 миллионов человек ежегодно, и поток туристов увеличивается. Впереди праздники, и город должен быть готов обеспечить безопасность. Специально приобретены и дополнительные рамки досмотра, которые установят в период праздничных мероприятий на площадях города. Рената Шипулина, Демид Даниловский, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.